Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех святых, благоставляю вас и рад буду послужить Словом Божьим 3 и 4 ноября у вас в Коломне Слово Жизни. Приветствую всех, пастор, всех братьев, сестер, всех приветствую, слава Богу! И служение, которое и семинар буду проводить в Коломне 3 и 4 ноября я посвящаю 501 годовщине со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. 501 год тому назад глянула Великая Октябрьская Христианская Реформация 17-го года. Да, 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 31 октября 1517 года Мартин Лютер, тогда еще традиционный католический священник, прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора всех святых и, как говорил златоустый протестантский проповедник Чарльз Перджин, стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. И, скажу так, продолжим мысль Чарльза Перджина, что стук молотка этого монаха впоследствии пробудил весь христианский мир в целом, потому что на протяжении пяти столетий уже более чем продолжается эпоха Великой Реформации и обновления мирового христианства. Действительно, это великая дата, и для кого-то 31 октября – это Хэллоуин, праздник нечисти, бесов чертей, но для христиан, евангельски мыслящих, библейски верующих – это праздник нашего Господа, Бога Всемогущего, Иисуса Христа, Искупителя, потому что действительно реформация – это его деяние, это его действие. Церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется, так говорили древние христианские проповедники. Еще в третьем столетии Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер Северной Африки в третьем веке говорил «Экклезия семпер реформанда», церковь непрестанно реформируется, ведь если не реформируется, то деформируется. Слава Господи Божий Всемогущий! Слава Богу, что пять столетий тому назад закончилась эпоха, многовековая эпоха великой деформации, деградации мирового христианства, и началась эпоха великой реформации, восстановления, то бишь покаяния, исправления Церкви Божьей. И как православный реформатор и евангелист, миссионер, я благодарю Бога Всемогущего, что реформация – это достояние не только отдельных конфессий, динаминаций, это достояние всего тела Христова. И молюсь о реформации как православной Церкви, так и всего мирового христианства. Благословляю вас, братья и сестры, уже до скорой встречи в городе Коломна, старинном древнем русском городе. И поделюсь Словом Божьим и семинаром, как раз, да, говоря о не только той прошлой эпохе, даже не сколько о той древней эпохе великой реформации начала, но о современной реформации, потому что сейчас время действительно величайшей реформации всех времен народов, потому что Господь наш грядет, потому что время начать в суду с Дома Божьего, потому что действительно время коротко, дни лукавы. И в это время, благословенное время, великих перемен, действительно мы ожидаем Господа нашего и говорим, как никогда Церковь взывает к небесам, гряди, Господи Иисусе. Слава Богу, Всемогущему хвала. Приветствую всех с древней земли Тверской, с города Торжка, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех во имя Господне. Аллилуйя, Аллилуйя.